Приветствую, дамы и господа, меня зовут Денис Зайченко, и сейчас я постараюсь ответить на один простой вопрос. Что нужно знать перед покупкой флешки EPCER AH25A? За счет каких именно особенностей ее стоит или возможно не стоит приобретать? И тут же два момента. Первый, текстового обзора на эту флешку не будет, она чисто для видео, считайте это таким эксклюзивом для ютуба. И второе, чтобы я не сломал свой язык, который мне еще понадобится, в конце концов я им деньги зарабатываю, я буду называть эту флешку 25-й. Договорились? Договорились. Сразу скажу, эта флешка не для поколения Алиэкспресса и Гирбеста. Это традиционная флешка, с одним разъемом, стандартным USB, правда версии 3.1. Если у вас есть соответствующий переходник, она подойдет и для Андроида, и для iOS, и для Mac, и для Windows, и для планшета, и для вашей мамки. Да, да, шутки про мамку в видео флеш памяти. Ну, докатились, прости господи. В общем, эта флешка крайне традиционная. Она не защищена от влаги, от пыли, у нее выдвигающийся корпус, безусловно. И у него есть одна интересная особенность, чтобы выдвинуть его, нужно чуть нажать на красное основание. Чтобы задвинуть, кстати, тоже. И вот эта вот конструктивная особенность позволяет использовать эту флешку, 25-ю, как ее называют, всячески с переходниками. На USB Type-C, на microUSB, ну, с переходниками, которые просто вставляются в разъем. С вот этой вот мелочевкой, да-да-да-да-да. Также у 25-ой имеется отверстие для продевания через него всяческих ремешков, чтобы носить, скажем, эту флешку с ключами. Очень способствует этому то, что разъем USB, который вставляется в компьютеры, там, в другие места, он полностью скрывается в корпус. И в кармане его ничто не повредит. Не способствует ношению в кармане глянцевой части корпуса, вот эти вот красные, они сотрутся, наверняка, 100% сотрутся. Поцарапаются и будут некрасивые. Кстати, вот эта вот красная область, она светится во время использования флешки. Касательно скоростей, они абсолютно стандартные. Ну, для флешки на USB 3.1. То есть, последовательных 130 мегабайт чтения и 30 мегабайт записи. Рандомное чтение записи, там, мизерное. Под 10 мегабайт чтения и под вообще копейки, копейки, копеек записи. То есть, по сути, если вам нужно перекидывать большие файлы с компьютера на компьютер, там, фильмы, музыка и так далее, то 25-ая вам подойдет отлично. И эффективнее всего, эту флешку будет использовать вместе с переходниками, допустим, с GearBest, которые сейчас на ваших экранах. Тем не менее, тут стоит понимать, что флешку лучше покупать фирменную, брендированную в официальных магазинах. То есть, идете в магазин, покупаете флешку Opacer. А переходники лучше покупать на GearBest. Подбивая итоги. Если вам нужна флешка на 32,64 гигабайта, если вам она нужна компактная, если вам нужна хорошая, красивая, симпатичная, без лишних функций, то я могу рекомендовать 25-ую. За цену не скажу ничего. Это новинка, о цене еще ничего не известно. Но если она будет в районе 300 гривен, берите, даже не сомневайтесь. Если же вам нужна необычная флешка, там, допустим, с дополнительными разъемами, USB Type-C, Lightning, microUSB, то эта флешка по очевидным причинам не подойдет. Ну, точнее, она подойдет с переходниками, но изначально из коробки не. Но тут, я думаю, это понятно. И на этом, пожалуй, все. В комментариях напишите, интересно ли вам, чтобы я рассказал о своей коллекции с GearBest. О всяких переходниках, о всяких кабелях, о всяких интересных фишках, которые на рынке СНГ, в принципе, не встретишь. Если вам такое интересно, пишите в комментариях. Я все расчехлю, я все наснимаю, я обо всем расскажу, да еще и ссылки на покупку я прикреплю. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, если вам, конечно, понравилось видео. Если не понравилось, сожалею и надеюсь, что следующее видео вам понравится больше. Выражаю благодарность магазину MotoStuff за предоставленный для съемки стабилизатор GMO Smooth 4. Ссылка на него и на многое другое будет в описании под видео. За всем откланяюсь, с вами был Денис Зайченко. До связи, дамы и господа. До связи.